Амин Весь еврейский мир, вместе со всем еврейским миром, верующим я имею в виду, мы изучаем очередной раздел Торы, мы знаем, что Пятикнижие Моисеева или Тора, они разбиты на 54 отрывка, по несколько глав в каждом отрывке, на каждую неделю. И мы сегодня изучаем 9 отрывок, он называется «Ваешев» или «И поселился» или «И жил», потому что это 37 глава Бытия и по 40-ю включительно, поэтому кто смотрит, у кого есть в руках Библия, может открыть и читать вместе с нами. И убедиться, что действительно в Бытие 37-1 написано «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Анаанск». Обычно на этом говорят, ну вы знаете, здесь сказано немножко об Иакове, но на самом деле здесь говорится об Иосифе. Ну все знают, что здесь, ну кто не знает, я говорю, что здесь говорится об Иосифе, потому что в этой главе описаны следующие события. Сны Иосифа, ненависть братьев, продажа Иосифа в Египет, некоторые события из жизни его брата Иуды. Иосиф в доме начальника телохранителей, фараона Патифара. Иосиф безвинно попадает в тюрьму и толкует сны виночерпя и хлебодара. Вот и на этом заканчивается. Вот, итак, главный герой этой главы или этого раздела это Иосиф. Вот, и я вот посмотрел свои комментарии, я два раза тоже комментировал на эту тему, тоже комментировал, говорил об Иосифе. Но здесь, как бы на этот раз, все-таки мне хочется поговорить о его семье. Вот, и я понимаю, что здесь не зря написано и начинается этот раздел с Иакова. Итак, Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Анаанской. Здесь мы встречаемся с Иаковом примерно через 11 лет после его ухода от Лавана. Здесь Иосифу 17 лет, а когда уходили от Лавана, ему где-то было порядка 6 лет. Ну, так говорит слово, так если внимательно посмотреть. Вот, и это уже не тот Иаков, который пришел к Лавану, достаточно, скажем так, молодой относительно, вот, готовый на трудовые подвиги ради своей прекрасной жены, вот, и который, в общем, такой, очень-очень активный. Вот, ну, после, позади у него остались долгие годы работы на Лавана, бегство на родину, переживательная встреча с Исавом. Не так давно, такой не очень хороший случай с его дочкой Диной произошел. Резня в Сихеме, вот, он потерял Рахиль, свою любимую жену. И вот он сейчас живет в земле Хананской, куда его и призвал, куда его и призвал Бог. Я так думаю, что это тот случай в его жизни, вернее, не тот случай, это тот период его в жизни, когда, о котором говорит Экклезиаста 7.4. Сердце мудрых в доме его плачет, да? Вот, значит, здесь он немного говорит, но каждое его слово, оно такое весомое и наполнено такой, знаете, жизненной, такой горечью, можно сказать. Бытие 37.3. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Ну, как мы видим, многое изменилось в жизни Иакова, но кое-что не изменилось. Это любимые грабли в его семье стояли на том же самом месте, и он на них постоянно наступал. Как, значит, он разделял на любимых и нелюбимых своих жен, и, соответственно, имел проблемы, там постоянные разборки были, то же самое, как говорится, у него началось и среди сыновей. Потому что мы видим дальше, что братья Иосиф, они были возмущены особой любовью, особым вниманием своего отца к Иосифу. А после того, как он рассказал им о своем сне и о том, что ему предстоит поклониться ему, но они его просто возненавидели. И, соответственно, в их сердце поселилась ненависть. А учитывая того, что, значит, ребята-то были молодые, от 17 до 23 лет, я имею в виду, там был еще младший брат, ну, от Иосифа 17, старшему было примерно 23, может, 24 года, трудно посчитать. Но это были, самое главное, это были молодые, горячие ребята, и притом не самого лучшего воспитания, потому что Иосиф доносил о них слухи, и слухи были, мы тоже понимаем, не самые хорошие, там так написано. Было, что, наверное, говорить ему про своих братьев. Вот, значит, и здесь добавим в этот круговорот событий вот этих вот семейных, значит, добавляем еще историю, здесь вот описана история брата Иуды, ну, брата Иосифа Иуды, да, вот, о том, что он, значит, ну, отделился от семьи, подружился с язычником, женился на Хананиянке, у него родилось три сына, значит, два из них, они умерли, и потом он, так, скажем так, ведя не очень такой интересный и порядочный образ жизни, короче говоря, там, значит, думая, что его невестка блудница, там, переспални, родились, короче, дети, в общем, такая не очень хорошая история, и она вроде бы ни к чему здесь, знаете, как-то так, ну, про Иосифа же рассказано, да, вот, ну, давайте про него и говорить, при чем здесь Иуда, вот, она как-то так, такой, инородно здесь выглядит, но на самом деле, как мы видим, ну, не совсем это все инородно, а очень и очень даже, как бы, все оно в тему, потому что, если мы выстроим цепочку событий в жизни Иосифа за последние годы, мы увидим, что есть, она, как бы, имеет логику какую-то, опять же, значит, не совсем правильное поведение его дочери Дины в Сихеме, да, и носили над ней резня в Сихеме, и мы забываем, и не забываем, что там не только два брата резали, там потом остальные братья пришли, разграбили все это дело, знаете, заносили над своей сестрой, потом любовная связь между Рувимом и женой его отца Валлой, предательство братьев по отношению к Иосифу, вот здесь я оставляю это просто, ну, понимание того, что вы читали это все. Вот последующее нравственное падение Иуды, вот, которое описано тоже в этом разделе, все говорило о том, что нравственная жизнь семьи Иакова, она, в общем-то, терпела определенный упадок, крах, в общем, она деградировала вообще-то, назовем своими именами, понимаете, вот. И можно сделать вывод, что здесь Бог говорит нам о том, что не зря эта семья, она была выведена из вот этого ханаанского мира, вот, значит, и была отправлена в Египет, потому что это было местом определенного такого карантина, можно сказать, потому что в том месте, куда потом впоследствии пошла семья Иакова, значит, и для чего был послан, значит, Иосиф, в том месте семья была отделена как от ханаанского мира, да, так и от египтян, вы помните, потому что египтяне, во-первых, они не любили и считали для себя, как бы, ни в коем случае не общаться со скотоводами, они считали это ниже своего достоинства, вот, и они жили там себе спокойненько, умножались, вот, и, короче, росли без вот этого тлетворного влияния окружающего мира, потому что мы видим, что то, что происходило с семьей, оно было именно вот под влиянием, как бы, в том числе и окружающего мира, вот, и то, что я увидел именно в этом комментарии, ну, готовлюсь к этому комментарии, о том, что в этой главе становится уже более ясной и в дальнейшем ярко выражена идея Торы об отделении Божьего народа от языческого мира, от мира, который не верит в Бога. Сама, мы вспомним, сама идея отделения, она, как бы, не нова, вот, потому что она прозвучала впервые в жизни Авраама, да, когда ему Господь сказал, выйди откуда? С земли своей, да, от родства твоего, из дома твоего, иди в землю, куда я укажу. И, кстати, он повел его не в другой город языческий, да, он увел его в пустыню, да, там, где, в общем-то, язычники были ау, далеко, вот. Поэтому, как бы, эта идея, она прозвучала там. Потом, в следующем развитии этой идеи об отделении, она прозвучала в истории семьи Лота. Мы ведь тоже вспоминаем, да, это же именно, видим, к чему привела дружба с миром. История семьи Лота – это именно ясная дружба семьи с миром. Вот, и она привела, скажем так, к огромным негативным последствиям. И плодом этой дружбы было что? Рождение двух, вернее, появление двух народов – аманитян и мавитян, которые стали в дальнейшем враждовать с обитованным народом. Вот. И вот теперь история семьяка вновь подтверждает эту библейскую истину. То есть, ходила куда? На дискотеку. Ну, по тем временам это была дискотека, да. Вот. Ну, и, короче, это навсегда исковеркало ее жизнь. А не просто так она там носили, это исковеркало ее жизнь. В дальнейшем мы видим, что она жила в доме отца своего, и больше ничего не сказано. Я так понимаю, она не вышла замуж, у нее не родились дети. Вот. И она постоянно помнила, как бы, об этом событии. Она знала, почему это произошло. Иуда. Вот. Там вот эта главка, она говорит о том, что вот эти события в нем развивались, ну, на протяжении минимум 20-22 лет. То есть, он, имеется в виду, дружил с Хиро Адаламитянином, он, значит, принялся на Мавитянку. Вот это вот событие с Фомарией и так далее. Более 20 лет. То есть, 20 лет вырванной жизни. Понимаете? То есть, он ушел, вот. Потом он вернулся, потому что мы видим его уже с братьями, идущими в Египет, да. Вот. Но 20 лет, это были вырванные годы, как говорится. Понимаете? Они ничего ему не принесли, кроме страданий и кроме проблем его жизни. Значит, таким образом в Божьих планах было отделение семьи Иакова от окружающего языческого мира. И для этого Бог, как было сказано в Псалме 104, было сказано «и призвал голод на землю». А чуть дальше сказано «и послал Иакова в Египет». Понимаете, как связано? То есть, для того, чтобы одна отдельно взятая на тот момент единственная еврейская семья, чтобы она попала в Египет, Бог призвал что? Голод. Не просто голод на землю, на весь окружающий цивилизованный мир. Ого, да? Как влияет жизнь, скажем так, людей, которые избраны Богом, как оно влияет на весь окружающий мир. И знаете, можно было бы сказать, ну это было тогда, сейчас такого нет. Я, знаете, я сегодня еще раз перечитал то, что я написал, и я вдруг вспомнил такую вещь. Это 38-39 глава Иезекииля, где Бог говорит, «А я на тебя, Бог и Могог, возьму тебя, Бог именно, да, заудила, выведу тебя, войско твое, и союзников, так короче говоря, с тобой, и приведу на землю, которая живет беспечно». Ну там намекается, там говорится, не намекается, там говорится об Израиле. Значит, и в Захарии 12-13 глава, значит, там описано, что будут наполнены, ну и здесь, и в Захарии описано, что израильская земля, она будет вся заполнена войсками, войском будет заполнена. И в результате всего вот этих действий народ Божий, значит, который сейчас, мы понимаем, он не в правильной позиции перед Богом, вот, потому что он не чтит своего Бога, он не является, на текущий момент Израиль не является священниками Бога Живого в целом, как народ, да, значит, и там написано, в результате всех этих действий, первое, будет явлена святость Божья, сила его, да, будет явлена святость Божья, и написано, они возряд на того, которого пронзили. Понимаете? То есть история, она повторится только уже на другом уровне, только там с семьей, а здесь как бы со всем народом. Вот, ну это так, это, это я, это, говорится, это то, что мне, как бы, то, что я увидел. Ну, я как бы продолжаю свою тему, которую я начал, вот, об отделении от мира. Вот, что я хочу сказать, что вот, ну, вспоминаем, голод, да, и призвал голод. Итак, нечестие, оно приводит к чему? К голоду. Оно приводит к голоду, проблемам, недостаткам в жизни верующих людей. Это подтверждается словом, пожалуйста, Псалом тот же самый, 106. Он, то есть Бог, превращает реки в пустыню, источники, вот, в сушу, землю плодородную, в солончатую, за нечестие живущих на ней. За нечестие живущих на ней. То есть это принцип. Это принцип, как бы, для нас, вот, для Божьего народа. Вот, а нечестие, оно проходит, почему именно отделение мира? Нечестие, как правило, оно приходит оттуда, от мира оно приходит, понимаете? Оно лезет, оно вторгается, этот мир. Он просто просачивается, да? Он бросается на людей. Короче, он всеми способами, мир, он вторгается в жизнь верующих людей. Что я имею в виду мир? Мир, это я как-то прочитал такое определение. Это человеческое общество, организованное на неверных принципах, низменных желаниях и эгоизме. Вот что такое мир. Итак, значит, мир, он предлагает разные соблазны. Ну, молодому человеку, например, он говорит, ну, ты понимаешь, ты же достоин того, чтобы у тебя был там самый крутой, значит, смартфон там или машина там или еще что-нибудь. Девушке он говорит, тебе обязательно надо подчеркнуть свою сексуальность. Это самое главное в твоей жизни. Это просто твоя сущность. Поэтому вот здесь вырез поглубже, значит, здесь юбка покороче, значит, здесь декольте, так, в общем, короче, вот теперь ты, значит, по-настоящему, вот теперь ты привлекательная, понимаете. И потом говорит, обязательно сходи со своим парнем, ну, естественно, со смартфоном, ты, прикиньте таком, сходите, значит, в самый классный этот, какой-то клуб, вот, сфотографируйся, да, значит, и выставь куда? Да, контакты, фейсбук, значит, инстраграм, кругом, и это будет круто, круто, все, ты достигла совершенно, все узнали, все узнали о тебе. Ну, я утрирую, конечно, но суть в этом, с этого все начинается, вот, с дружбы с миром, с людьми мира, с восприниманием его принципов там и так далее. Вот, значит, таким образом, вот что, значит, вот о чем говорит сегодняшняя глава. Сегодняшняя глава, она, в том числе, значит, в том числе она говорит и, значит, об отделении, и об отделении, о нечестии она говорит, о влиянии нечестия на жизнь верующих людей и об отделении от мира. Ну, мы знаем, что мир — это похоть плоти, похоть течей и гордость житей. Это не от отца, это говорится в 1 Иоанна, это от мира всего. И слово нас призывает не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Значит, и во 2 Коринфе нам говорится, и потому выйдите из ряды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я прииму вас. Я на этом мог бы уже закончить, но чуть-чуть я хочу добавить, только все-таки вспомнить о том, что Бог, мы помним, что если мы не отделяемся от мира, то Он превращает землю куда? В Сталанчак, да? Вот, значит, для нас есть хорошее обетование. Там же дальше есть хорошее продолжение, друзья. Бог, Он благий Бог, Он любящий Отец, и Он говорит, что если вы запачкались в этом мире, да, ну, мы же пачкаемся в этом мире, мы, ну, куда там, там подумал, там что-то там, значит, сказал, там позлословил, там сплетню передал и так далее. Все, мы уже запачкались, там начал дружить, там ты уже ушел из общины, там ты уже где-то в другой, в другом общности находишься, совсем не той. Вот, значит, ну, есть возможность вернуться, покаяться, вернуться к прежним делам, и что нам обещает Бог? И Бог, написано, Он превращает пустыню в озеро, в землю иссокшую, в источники, вот, все наоборот, да, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Там прекрасный конец, конец такой, и благословляет. Друзья, будьте благословенны, да, ходите перед Господом в чистоте, святости, и да благословит Он вас. Аминь. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ